126 национальностей, 18 конфессий, Оренбургии находятся на стыке разных, но взаимосвязанных культур. Четвертый по численности народ региона – украинцы. Именно о них наша сегодняшняя программа. Я, Анастасия Синченкова, расскажу, как вкусно приготовить туристический рецепт. Сейчас в Оренбурге проживают практически 50 тысяч украинцев. Большую половину этой национальности сосредоточены в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Гайском городском округе. В регионе до сих пор сохранились села, которые были основаны украинцами. Именно с одного из них и начнется наше путешествие. На речке Николки в 1820 году переселенцами основано это село – Дидуровка. Все они были исключительно украинцами. И, как полагалось, в таких населенных пунктах название они получали от имени старшего из переселенцев. В этом случае – Дидуры. Население Дидуровки сейчас – это не только украинцы. Несмотря на это, здесь трепетно хранят наследие предков. Практически в каждом доме есть святой угол. Такие непременно были в украинской хате. Полагалось украшать его лучшими рушниками. Долго вышивать это все? Конечно, долго. Долго, долго. А что ж? Надо, было желание. Вера Ивановна Гарнова родилась и выросла в Дидуровке. Говорит, украинская хата всегда славилась еще и радушием. Гостей непременно встречали пирогами. Украинский стол нельзя представить без сала и вареников. Национальная, украинская, с картошкой. Чистим картошку, трем на терку, лук добавляем. Можно вышкаркнуть свинячую, тоже вкусно. И сало, и варим, и оставляем дырочки на конце, чтобы они были мягкие, не жесткие. И у нас это национальное наше блюдо. С появлением в Оренбурже украинских сел в степи зазвучали задушевные мелодичные песни. Звуки скрипок и бандур. Первый в регионе ансамбль украинской песни появился именно в Дидуровке. На протяжении 35 лет коллектив выступает в разных уголках области. В нашем селе испокон века песни передавались из поколения в поколение. Любовь Дегтёва, уроженка села Дидуровка, на протяжении 35 лет возглавляет первый в области ансамбль украинской песни «Креницы». Возрождает украинские традиции и обычаи. Несколько лет собирает тексты старинных дидуровских песен. И каждому явлению жизни в селе была своя песня. Тогда же у нас был порядок дней. Молодые знакомились, а родители выбирали жениха, родители выбирали невесту. Обычно родители жениха были королями. Выбирали, вот, пидым завтра сватать оцю дивку. И вот уже вам, пожалуйста, песня появилась. Мене батька як цвит, завязав мене свит. Мене мата як заря, рано замеж отдала. ПОЗАЛУГОМ ЗЕЛЕНЕНЬКИМ ПОЗАЛУГОМ ЗЕЛЕНЕНЬКИМ В каждой песне целая история. Молодой человек влюбляется во вдову. Этому союзу противится вся семья. Ведь раньше такой брак считался бы позором. Несмотря на запреты родителей, молодые решают жениться. ПОЗАЛУГОМ ЗЕЛЕНЕНКИМ ПОЗАЛУГОМ ЗЕЛЕНЕНКИМ А я чарик не боюсь, и на вдове я женюсь. Этому сюжету практически два века. Таких же трогательных песен о жизни, любви и утратах удалось сохранить больше сотни. Их пели в Дедуровке почти 200 лет назад. ПОЗАЛУГОМ ЗЕЛЕНЕНКИМ Сейчас в ансамбле Креницы всего четыре участницы. Прославленный коллектив передает народные дедуровские песни новым поколениям, чтобы они помнили и чтили культуру своих предков. Несколько лет назад в селе появился еще один украинский коллектив – Горлица. Тетя моя хорошо поет всегда в их компаниях. Я слышала украинские песни, бабушки наши всегда пели украинские песни. Сами, когда застолья какие-то, мы уже сами, даже нашего возраста, мы стараемся петь украинские песни. И детям прививать стараемся, да. Вот у меня младший сын, он уже подпевает мне иногда. С украинцами в Оренбужье пришла еще и высокая культура земледелия. В селах выращивали пшеницу, рожь, овес и бахчевые. Переселенцы стали широко развивать в Оренбужских степях свиноводство и птицеводство. Народные промыслы – это еще то, чем славились украинские села. Создавались целые семейные династии. От отца к сыну передавались секреты гончарного искусства и валения валенок. Девушки ткали одежду и украшали ее вышивками. Раньше говорили, что невеста не может выйти замуж, пока не выщет своему жениху рубаху. И вот эти вот рубахи как раз вышивали наши дедуровские девушки. В селе Дедуровка каждому туристу проведут обзорную экскурсию по музею, расскажут о быте предков и о том, как жили украинцы в Оренбужье несколько веков назад. А наше путешествие продолжается. Дорога от села Дедуровка до города Оренбург займет 40 километров. Поездка на личном транспорте обойдется в 122 рубля. Из населенного пункта ходит и общественный транспорт. Один билет стоит 85 рублей. Одно из самых знаковых мест для всех украинцев расположено в Оренбурге. Здесь на Советской 24 находился под арестом известный поэт Тарас Шевченко. Непростые годы связывают классика мировой литературы с Оренбургским краем. В ссылке ему запрещено было даже писать. Но несмотря на это он продолжил свое творчество. Эта экспозиция воспроизводит обстановку гауптвахты 19 века. Фото хороняет казак в полной амуниции. Неизменными остались караульное помещение и камера, в которой и был заключен поэт. Можно представить себе состояние человека, который находится в замкнутом пространстве. Читать ему было запрещено всю литературу. Ему книги в очень большом количестве прислали сюда друзья. То есть даже в этом он был не обделен. Он читал все, что выходило в Петербурге, в Москве. Но все, как-то он попал на гауптвахту, все это было ему запрещено. Была разрешена только Библия для чтения. Точно говоря, она не имеет никаких политических подоплек. И Тарас Гоевич мог читать только Библию. В этом зале репродукции и копии работ Шевченко. В период заключения он занимается живописью, пишет портреты и стихи. Приговор был очень суров. Ольга Ванцович в 2007 году окончила Оренбургский педагогический университет и начала работать в Музее истории Оренбурга. Сначала трудилась в качестве экскурсовода. Сейчас она заведующей научно-просветительским отделом. Увлекается историей и биографией Тараса Шевченко. Тем более, что не было сказано, сколько лет должен будет служить в Оренбурге. Солдатом Шевченко. Когда его сослали в Оренбург, на его приговоре Николай I собственноручно написал запрещение писать и рисовать. Но это не помешало ему творить. Десять лет оренбургской ссылки Шевченко-веды вызывают самым ярким периодом его творческой жизни. Потому что он и писал, и рисовал. Его знаменитые захалявные книжки появились именно у нас в Оренбурге. В Оренбургском крае. Большие книжицы, которые он сам сшивал, прятал за глинищем сапога захалявой. Поэтому, собственно говоря, они называются халявные книги. В честь великого украинского поэта в Оренбурге каждый год проходит Шевченковский март. На протяжении целого месяца по всей области концерты и вечера памяти. Все номера на родном языке писателя. В украинских селах изучают произведения Шевченко. Особенно те, что он писал в Оренбурге. Име великого украинского поэта носит и дом-музей в национальной деревне. Именно туда мы и отправляемся. Новая точка нашего маршрута – украинское подворье. Беленая хата с крышей и соломой. Именно такой образ жилища украинских крестьян знаком, пожалуй, каждому. Таким оно предстает и в произведениях Николая Васильевича Гоголя. Даже беленый цвет стен придает ему особенную нарядность. Не зря хаты всегда славились своей красотой и своеобразием. Хата – не просто жилище. Это святое место. Сам дом нередко украшали цветами или ароматными травами. А в интерьере всегда отражались народные традиции, обычаи и обряды. Считали, например, что хата дает полноценное убежище, когда она украшена. Верили, что всевозможные красочные изображения и орнаменты могут отвлечь злую силу. Раньше этому очень верили с глазу. Валентина Глухенько родилась и выросла на Украине. В 1970 году переехала в Оренбург. Здесь вышла замуж. Сейчас воспитывает внуков и рассказывает о культуре своего народа. Ее называют берегиней дома музея имени Тараса Григорьевича Шевченко. С глазу это, чтобы не сглазили ее. И вот ложили вот такие вот обереги, куколки. Чтобы сразу, когда приходили гости, сразу обращали внимание на оберег, на куклу. Оберегом был и знаменитый головной убор всех украинок. Венок украшали лентами из 12 цветов. Каждая из них защищала волосы девушки от злых глаз. Важные детали и в убранстве самой хаты. Вот не было вот в старину, вот не было ни одной хаты бедной вдовы, большой семьи, чтобы не украшала хозяйка вот этой хаты своими вышиванками. Ну и в доме, как и у всех славянских народов, без печи. Дом вообще, это не дом. То есть это у нас, кстати, действующая у нас печь. Потому видите, какая она у нас красивая. Ее кто умел, разукрашивала, но обязательно, и это ее каждую неделю белили. По опрятности печи и по убранству дома судили о ее хозяйке. О хозяйке судили по тому, как она встречала гостей. Им не только оказывался почет и уважение. Старались угостить самым лучшим, что есть в доме. Подавали пироги с разной начинкой. Смалец – это перекрученное сало с зеленью и чесноком. В украинском подворье туристам могут попробовать национальные блюда. Все они приготовлены по старинным рецептам. Сейчас на этом столе представлен обязательный борщ. Борщ – это первое блюдо. Какой же украинский стол без сала, традиционного сала? Копченого, соленого, свежего. Пампушки с чесноком. Очень многие могут подумать, что это драники. Это не драники. На украинском языке это блюдо называется дэруны. Это картофельное оладье. Какой же украинский стол без смальца? И традиционные вареники. Вареники с картошкой, вареники с вишней и со сметаной. Отголоски старинных обрядов, яркие пылесадники у дома, задорные частушки и народные промыслы. Таким мы привыкли видеть Оренбуржья. Таким его невозможно было бы представить без украинцев. Их культура дополняла и углубляла наш многонациональный регион веками. И теперь этнические украинцы пытаются сохранить свою идентичность. Приезжая сюда, они поднимали эту культуру. Николай Науменко, член Общественной палаты Российской Федерации, возглавляет Оренбургскую региональную общественную организацию «Украинское общество» имени Тараса Григорьевича Шевченко. Считает, что необходимо сохранять культуру своих предков, является основателем Дома-музея украинского быта. Вот привозили все. И знаменитые подсолнухи. Вот без подсолнуха вроде как украинская хата и иная хата. Вот привезли сюда и, ну, такие как украинские всякие цветы, украинские яблоньки и другие хорошие плодовые деревья. И привезли сюда украинскую хорошую культуру. Культуру украинского народа нельзя представить без народных поверье обрядов. Так, например, все важнейшие события в семье проходили только у Красного угла. Первая купель новорожденного и прощание с покойными. Здесь у икон молодая пара получала благословение, и здесь же проходила их помолвка. Свадебный обряд у украинцев окутан множеством традиций. Так, молодожена в Доме издревле встречали только хлебом с солью. Причем подавали его на особом хлебосольном рушнике. Каждая деталь на нем имеет свой смысл. Например, лилии символизируют непорочность невесты, парные птицы молодых, а ветки ягоды и калины, древо жизни и бессмертия рода. Пришло время подводить итоги нашего путешествия. За один день мы посетили три музея. В селе Дедуровка мы познакомились с традициями и обрядами украинцев, насладились творчеством местного коллектива Креницы. Туристам за экскурсию не придется платить. Расходы на бензин обойдутся в 244 рубля. Второй музей Шевченко в областном центре. Узнать о жизни и творчестве великого украинского поэта можно за символическую сумму. Для взрослых билет стоит 30 рублей, детям до 16 лет экскурсия бесплатна. И, наконец, национальная деревня. Дом-музей украинского быта можно посетить бесплатно всей семье. Здесь же, в украинском подворье, можно попробовать национальные блюда. Средний чек в ресторане составляет 1000 рублей. В эту сумму входит полноценный обед с двумя горячими и напитком. Таким образом, знакомство с украинской кухней для семьи из трех человек обойдется в 3000 рублей. Итого, билеты плюс дорога обойдутся почти в 3500 рублей. Уникальная, не похожая на других, украинская культура соткана из множества ярких явлений. Старинные обычаи и обряды, секреты мастериц и переходящая сквозь века любовь к родной культуре. С вами был Туристический рецепт. До свидания, или, как говорят украинцы, до побаченья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова